Дневной разворот Вы пригласили на такую замечательную программу, значит уже все хорошо. Этот вопрос обсуждается уже всю последнюю неделю и разные мнения высказываются. В общем, у меня ощущение, что такое спокойное восприятие, в том числе и горожан этого налога, по крайней мере мы на себе здесь в студии Эхо не ощутили какого-то сильного бурного возмущения или предложений каких-то. Довольно конструктивно рассматривается эта история. Скажите, пожалуйста, позиции правительства по поводу повышения вот этих налогов. Как инициатор. Как инициатор это первое. А второе, на чем хочется заострить, конечно, внимание. Единственный вопрос, который задавали наши эксперты, звонившие в студию и бывшие здесь в этой студии. Не открывает ли это повышение налогов в череду следующих повышений? Ну, вы знаете, вот, наверное, я начну с такой фразы, что, собственно говоря, речь-то не идет о повышении, скажем, в части имущественного налога. Речь идет об упорядочении уплаты. Если вы внимательно читали тот законопроект, который внесен в законодательное собрание Кировской области, речь идет о чем? О том, чтобы распространить с 2019 года, подчеркиваю, обязательность уплаты имущественного налога на торговые помещения не как сейчас свыше 2000 квадратных метров, а свыше 1000 квадратных метров. Во-первых, и ставка налога при этом остается одной из самых низких в стране 1%. Но это дает возможность добросовестным налогоплательщикам платить налоги так же, как они делали до этого, а предпринимательскому сообществу, налоговым органам, правительству, законодательному собранию ввести такую меру, как борьба, знаете, с помещением, с дроблением бизнеса. Тем самым добросовестные предприниматели будут платить столько же, сколько они платили, а иногда, и вы, наверное, знаете эти примеры, при переходе на кадастровую стоимость налог становится меньше. А так называемые люди, которые уклонялись от этого уплаты, имея помещение свыше 2000 квадратных метров, но дробя их нанесли, не будут иметь такой возможности, казна будет пополняться, то есть чуть расширится база по уплате этого налога, но ставка останется прежней. То, что касается транспортного налога, речь идет об очень небольшом количестве автомобилей высокой мощности, которые стоят далеко за миллионы рублей, и повышение идет на 5 рублей на лошадиную силу, на 6 рублей на лошадиную силу. При этом стоимость уплаты налога равносильно одной, примерно стоимость одной заправки, но я, наверное, скажу такую фразу, вы с этим согласитесь, что это источник пополнения нашего дорожного фонда. А то, как мы сейчас относимся все вместе, включая журналистское сообщество, к расходованию средств дорожного фонда, позволяет нам говорить о том, что мы относимся к нему рачительно. Мы заранее проводим голосование вместе с гражданами, какие улицы должны быть отремонтированы. Мы принимаем дороги у подрядчиков вместе с общественностью, с представителями общественной палаты, вместе с правоохранительными органами. Это говорит о том, что мы очень рачительно относимся к деньгам. И я думаю, что здесь вот две стороны медали. То есть должна работать и собираемость налогов, которые соответствуют сложившейся практике в общероссийской. И мы его просто чуть-чуть, так сказать, подводим под соответствие. Поэтому я бы здесь не говорил о каком-то тотальном повышении, а говорил бы скорее о наведении элементарного порядка в сфере налоговой дисциплины в том числе. Вот если уж перебрасывать мостики, то примерно такие. Да, но сейчас это не касается вашего программного заявления, но все-таки интересно. Если мы заговорили о торговых центрах, вы бываете в магазинах в Кирове, в торговых центрах? Регулярно. Как вам нравится ассортимент, который там представлен, как они организованы, какого уровня? Ну, вы знаете, они все очень разного уровня. Наверное, так и должно быть. Они не могут быть одинаково. Пустующие залы наблюдаются, когда нет арендатора? Вы знаете, арендаторов может не быть по разным причинам. И я бы это не связывал еще раз со ставкой имущественного налога, который, подчеркну, не повышается. Второе. Я бы рекомендовал всем обратиться еще раз к практике взимания имущественного налога по кадастровой стоимости. В этом законе существует множество изъятий. Порядок определения этой стоимости, порядок ее обжалования, приведение ее в соответствие с рыночной стоимостью. И весь 2018 год мы кропотливо вместе с предпринимательским сообществом, Росреестром, кадастровой палатой, налоговой службой, законодательным собранием будем этим заниматься. Вот, чтобы поставить точку в этом вопросе, речь идет не о повышении, а об упорядочении уплаты налога. И, честно говоря, вот надо очень внимательно смотреть законы Российской Федерации, мы через определенное время перейдем к полной уплате налога под кадастровой стоимостью. Это записано в дорожной карте. И здесь нет ничего удивительного, так сказать, это мировая практика. Игорь Васильев, губернатор Кировской области, в студии нашей радиостанции. Еще один насущный вопрос, проблемный, который очень активно обсуждается. Это взаимоотношения, это проблема с дольщиками, которые пострадали от недобросовестных строителей в нашей области. Мы знаем, что вы неоднократно уже встречались, правительство, я имею в виду, встречалось с дольщиками, и ОЗС в том числе. И по проблемным вопросам индивидуальные были встречи, расширенные встречи. Но дольщики все равно на днях устроили своеобразный флешмоб и отправили петицию Путину. Насколько, на ваш взгляд, разрешима эта ситуация? Ну, вы знаете, я, наверное, прокомментирую ваш славу. Мы действительно встречаемся и в индивидуальном порядке, и не с анициативными группами, и с целыми коллективами людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Причем не только те, кто входит в разряд официально признанных обманутых дольщиков, но и те, которые в этот разряд пока не попали. И непонятно, попадут ли еще, так сказать, скажем, есть проблема в Новосергеево, да, с застройщиками. Люди не являются обманутыми дольщиками, но мы их регулярно принимаем, встречаемся, обсуждаем, в том числе пути выхода из этой ситуации. И я хотел бы сказать, что мы идем на беспрецедентные шаги в этой сфере. Мы приглашаем представителей обманутых дольщиков на заседание правительства, когда рассматриваются эти вопросы. Последнее заседание было на прошлой неделе, присутствовали все без исключения инициативные группы. Причем мы встречались до правительства, определяли круг вопросов, которые мы могли бы задать, в том числе в присутствии и журналистов на заседании правительства. Я думаю, что и ваши коллеги там были, видели, у нас идет большой интересный диалог. Мы разработали дорожную карту, которая, кстати, хочу подчеркнуть, одобрена инициативными группами дольщиков. Они с ней знакомы. Мы принимаем целый ряд законов, вносимых в законодательные собрания Кировской области о том, чтобы, скажем, в обмен на инвестиционную льготу, ну давайте так простыми словами, чтобы было понятно, а иначе на предоставление земельного участка без конкурса и бесплатно в хороших местах, где люди могли бы получить прибыль, на обязательства достройки домов, которые сейчас в силу разных причин, так сказать, создают проблему для обманутых дольщиков. Эта работа идет постоянно. Идет работа правоохранительных органов. В этом году было очень много резонансных уголовных дел. Одно из них закончилось на прошлой неделе. Вы знаете, там по определенной кампании руководитель был приговорен к большому сроку отбывания, так сказать, тюрьмы. Мне кажется, что, ну, хотя вроде бы, наверное, и зло наказано, так сказать, и человек понес заслуженную карту, но это не решило проблемы дольщиков. Нам все равно предстоит с ней разбираться. И вот я хочу сказать, что на сегодняшний день в реестр дольщиков внесено 190 человек, 7-197 человек по 8 объектам. И до конца 2017 года мы планируем ввести в эксплуатацию 3. Это дома на улице Ленина, дом 145, на улице Зянкина, дом 9, а также 28 по Первомайской. И решение в 2018-2020 годах планируется еще по трем недостроенным многоквартирным домам в Кирове. Это Орджоникидзе 2Б, улица Горбуновой, Сурикова и двум объектам в Котельниче на улице Доровская и Комсомольская. Поэтому решение... Насколько это уже разрядит ситуацию? Ну, вы знаете, это должно полностью снять проблему. Полностью снять проблему. А дальше, вы понимаете, идет же еще параллельно процесс совершенствования федерального законодательства в этой сфере. И он последовательно ставит заслон на пути недобросовестных людей в этой сфере. Вот последнее решение, которое было принято в середине этого года о создании компенсационного фонда застройщиков. Когда при заключении договора долевого участия он будет не только страховаться в определенных компаниях, что позволит получить страховые выплаты в случае форс-мажора, но застройщики будут обязаны наносить полтора процента в общую такую, ну, назовем ее, так сказать, там... Кубышку. Кубышку, да. И если, не дай бог, кто-то из застройщиков по всей стране выпадет, то из этого фонда будут компенсироваться вопросы обманутых дольщиков. Поэтому здесь и федерально, и наше законодательство целенаправленно ставит препоны на пути недобросовестных застройщиков. И мы эту работу ведем планово, мы эту работу ведем открыто, с участием средств массовой информации, с участием дольщиков. И еще раз повторюсь, что мне кажется, что путь решения проблем как раз вот здесь, не устраивание перформансов, а в такой вот планомерной, понятной, открытой, абсолютно транспарентной, прозрачной работе. И я не знаю других прецедентов в стране, когда бы вот эта категория людей приглашалась на открытые заседания правительства. Мы вместе бы обсуждали вопросы. Игорь Владимирович, а людей-то надо менять, чтобы как-то их учить, образовывать, чтобы они изначально понимали, не включаться в сомнительные роды предприятия. Глобальные задачи, Володя, ты ставишь. По покупке финансовой грамотности, о которой мы говорим каждый день. Вы знаете, я думаю, что вот абсолютно справедливо, это одна из задач, в том числе и наша с вами. Может быть, нам стоят, ну, какие-то, я не знаю, там, тематические передачи, так сказать, или публикации на эту тему. И это очень важный вопрос, когда человек, принимая решения, должен видеть абсолютно все риски, но, с другой стороны, и власть должна гарантировать то, что на законных основаниях предоставлен участок, что застройщик прошел соответствующие конкурсные процедуры, что у него есть мощности, что за ним есть надзор. Вот этим мы сейчас и занимаемся, потому что во многом проблемы, к сожалению, возникли ранее. Но это не снимает с нас абсолютно никакой ответственности. Мы знаем, что представитель Государственной Думы готова пойти и дальше, и вовсе ликвидировать долевое строительство. Но вопрос с новым Сергеевым не снимается все-таки. Мы понимаем этих людей доверие. Вот основной вопрос. Вот почему они выходят на флешмобы. Но здесь вот эта история, о которой вы говорите, приглашение на открытый семинар, на мой взгляд, это единственный правильный путь, на открытые заседания правительства, единственный правильный путь. Мы идем по этому пути, Светлана, и не собираемся, собственно говоря, с него сворачивать. Дальше в наших планах есть следующие шаги, которые мы хотели бы сделать вместе с коллегами. У нас сейчас в прокуратуре, на экспертизе находятся вопросы предоставления земельных участков, качества строительства. Я думаю, что мы будем их вместе разбирать, чтобы здесь, знаете, не было такого, что вот сон разума породил бы монстров в головах этих людей. То есть мы абсолютно для них открыты. Можно ли сказать, что проблема его Нового Сергеева просто по объему, там очень большой объем строительства и семьи, да, приоритетным является? Для нас каждый человек, вот я скажу банальную фразу, так сказать, каждый человек, он является приоритетом, поскольку у него нет другой жизни, у него нет другой возможности решить проблемы иным способом. Поэтому мы не делим там людей на своих и чужих. Но здесь, наверное, ситуация заключается в следующем, что коллеги, которые приобретали квартиры в Новое Сергеево, пока не являются обманутыми дольщиками, то есть там не произошло отказа от строительственной группы и уступки, там произошли серьезные вопросы со здоровьем руководителя, так сказать, компании, да, есть вопросы с качеством строительства, с предоставлением земельных участков. Тем не менее, несмотря на то, что никто из них в настоящий момент не признан обманутым дольщиком, мы с ними занимаемся точно так же активно и стараемся найти выход из этой проблемы. Вы меня простите, Игорь Владимирович, но что хотят услышать люди, это что в вопросах будет решено. Вы понимаете, я же вам говорю, что вопросы будут решены. Просто, наверное, вот иного пути того, о котором я сейчас сказал, принятия соответствующих законов, рассмотрения процедур, которые были проведены ранее, его нет. Его нет. Мы сейчас проверяемся буквально на полминуты, после чего снова в студии с Игорем Васильевым, губернатором Кировской области. Игорь Васильев, губернатор Кировской области, в нашей студии мы продолжаем, да, и мы должны сказать нашим слушателям, что у нас, конечно, вопросов много, да, у ведущих, но вот после 12.30 мы с Игорем Владимировичем договорились, что мы попытаемся принять звонки, вот так вот. Ну, давай будем принимать звонки, потому что Игорь Владимирович абсолютно определенно выразился, что давайте принимать звонки. Да, мы с вами встречались в сентябре, говорили о формировании правительства, помните? И второй такой вопрос задавали, в том числе и на круглом столе с журналистами, когда вы встречались со СМИ. И тема открытости власти, кадровых конкурсов постоянно, постоянно есть на повестке, вот буквально сейчас идет семинар в Вятском государственном университете, который тоже посвящен кадровой политике. Я, кстати, принимаю в нем участие. И вчера на открытии, и сегодня, то есть мы, это не проходит в отрыве от правительства. Да, и у горожан, еще раз, всегда есть впечатление, когда ты живешь в глубинке, что, ну, кто поедет сюда работать? Вот, наверное, проблема у правительства. Не могут оговорить они чиновников, квалифицированных, приехать и здесь работать. Это мы вот обсуждаем, вот как на кухне, да, и так же в редакции. Какую зарплату предложат, какие льготы, зачем вообще ехать в Кировскую область, какого качества кадры сюда могут приехать. А у вас как сейчас идет процесс? У вас есть такие же разговоры? Ну, вы знаете, вот я бы как сказал, что, наверное, нам нужно привносить в Кировскую область и опыт других регионов, и в то же время, так сказать, развивать и свои кадры, которые потенциально могли бы вырасти там до звезд всероссийского, так сказать, масштаба, да. И, собственно говоря, вот почему привлекает? Скажем, вот давайте так будем предельно честными. Мы в этом году получили в Вятских Полянах статус территории, опережающей социально-экономического развития. Для нас это новый опыт, который мы прошли достаточно быстро. Мы этот статус получили, есть уже постановление правительства Российской Федерации. Рядом есть соседняя республика Татарстана, которая уже несколько лет абсолютно методично, с огромным успехом эти вопросы занимается. Может быть, нам стоит пригласить специалиста, который позволит нам семимильными шагами преодолеть старт в этой истории и начать развиваться. Другой стороны. Из Татарстана, например. Например, из Татарстана. Почему нет? Может быть, еще из какого-то региона, так сказать. Мне кажется, это важно, потому что бизнес в Кировской области, я думаю, что вы об этом прекрасно осуществлены, приглашает людей абсолютно из разных регионов, с разным опытом. От Дальнего Востока, так сказать, до Калининграда. Понятно, в бизнесе другие зарплаты, другие задачи, но, тем не менее, люди приезжают для того, чтобы реализовать свой опыт, повысить свою капитализацию и, возможно, дальше, так сказать, двигаться по карьерной лестнице. Точно такая же история развивается и в кадровой политике правительства. У нас есть абсолютные успехи, как мне кажется, в медицине. Тот проект, о котором мы сейчас говорим, создание медицинского туризма, он уже устоялся, в том числе и на федеральном уровне. Мы уже с вами обсуждали эту тему. А завтра у нас большой визит из федерации по поводу санитарной авиации, которая у нас достаточно успешно, так сказать, развивается. Это пример, скажем, поиска местных, в том числе кадров, которые абсолютно эффективно и работают. Поэтому здесь нельзя все сводить только к вопросам зарплаты. К нам приезжают, в том числе, люди из Москвы. И посмотрите, Кочетков Максим Николаевич, абсолютно эффективный менеджер, работал советником министра промышленности и торговли Денисом Альтиновичем Мантуровым, был руководителем департамента Министерства промышленности и торговли. Сейчас успешно реализует проекты по выведению из кризиса предприятий, которые долгое время не работали, уже пальца на одной руке не хватит по финансовому выздоровлению предприятия. Последние шаги, которые мы предприняли, это приезд сюда руководителя военно-промышленной комиссии Российской Федерации в Вятских Полянах по загрузке завода, который попал под санкции. Вот Максим с его опытом, авторитетом сумел привезти сюда руководителей Росгвардии, милиции, ФСБ, так сказать, которые заинтересовались мощностями завода, и я надеюсь, он получит, так сказать, новую жизнь. Поэтому здесь всегда симбиоз. Сейчас мы в рамках политики открытости, которую мы с вами тоже обсуждали на прошлой встрече здесь, объявили целый ряд конкурсов на замещение вакантных должностей. Но вот в прессе я вижу, что знают о том, что идет конкурс на министра образования, на министра спорта, молодежной политики, но это далеко не все. У нас объявлены конкурсы на заместителя министра социального развития, на заместителя министра охраны окружающей среды, заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Кировской области, а мы ее поднимаем уровень, поскольку имеем в том числе проблемы с обманутыми дольщиками, до уровня члена правительства. И вот на сегодняшний день, докладываю вам, конкурсы только объявлены, уже есть больше десятка претендентов на эти должности. — А поясните, пожалуйста, а что за этим стоит? Если объявляется конкурс, значит, вы хотите, чтобы пришел более компетентный, более активный? Вас чем-то не устраивает существующий человек на этой должности? — Вы знаете, конкурс — это всегда такая состязательная возможность, всегда людям возможность заявить собственную программу, собственные амбиции. А для нас с вами, в данном случае, я не разделяю власти, журналистское сообщество, это возможность увидеть того, что это не решается под ковром, что есть борьба компетенции, соревнования, борьба может быть не очень правильное слово. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы к нам в правительство приходили наиболее талантливые, образованные, амбициозные люди, которые хотят стать успешными. — А никто и ничто не мешает участвовать в этих конкурсах? — Например, вам. — Действующим? А, мне. Нет, все-таки. — Пожалуйста, и действующим тоже. — Там все-таки есть привлечение, да, там, опыт работы нужен и так далее. — Вы знаете, там, да... — Игорь Владимирович, не надо кадры с вами спрямая. — Да, кстати, еще один интересный вопрос, Игорь Владимирович. — Тоже такой вопрос. — Вот среди тех людей, которым вы лично предлагали поработать в Кировской области, были отказы? — Да. — Вам отказывали? — Да. — А по каким причинам? — Вы знаете, по разным причинам. То есть здесь, наверное, и нежелание менять работу, скажем, в бизнесе на работу чиновников в правительстве. Я с большим уважением к этим историям отношусь, так сказать. Несколько таких вот переговорных процессов идут. Я не стану скрывать, что мы предлагаем, и я надеюсь, что многие коллеги будут принимать эти предложения, скажем, на уровне муниципалитетов людям поучаствовать, так сказать, в конкурсе на работу в правительстве. Вопросы самые разные, так сказать, это вопросы обеспечения жильем, так сказать, семья, когда, ну, там, скажем, есть дети, быт, работа. Надо, мне кажется, очень уважительно к этому относиться, но, тем не менее, так сказать, скажем, не обновлять ресурс правительства за счет муниципалитетов тоже невозможно, потому что есть истории успеха, их нужно поддерживать. — Здесь логично задать вам вопрос по поводу вчерашнего как раз вашего пояснения о конкурсе на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Оно было достаточно неожиданным, сразу вам скажу. То есть большое количество заявок, раньше такого не было, количество, насколько я помню, на эту должность, ну, по крайней мере... — В 2014 году было пять заявок, но теперь шесть. — Да, да, но активно достаточно обсуждался с разных сторон, и у нас здесь в редакции тут следует заявление, что ни один из кандидатов, по мнению правительства и вашему, ни один в достаточной степени себя не представил и не внушил, да, такое доверие, чтобы вот, безусловно, он. Что произошло? — Так, собственно говоря, произошел корканский отбор, и никакого чуда нет, не надо искать двойного дна, большое количество и прессы, и представителей предпринимательских сообществ, и торгово-промышленной палаты, и союза промышленников предпринимателей были на этой встрече, были представлены такие, ну, на мой взгляд, скажу так мягко, абсолютно формальные, так сказать, программы, на основании которых сделать вывод о том, что тот или иной кандидат будет однозначно способен эту работу выполнять на новом уровне, да, не представилось, возможно, более после обсуждения, так сказать, в мой адрес поступили, ну, действительно, обращения от торгово-промышленной палаты, от союза промышленных предпринимателей, с просьбой провести этот конкурс еще раз. — И вы будете уже требовать более подробного рассказа? — Понимаете, как, вот здесь не более подробно, тут, наверное, если уж хочется претендовать на эту должность, то мы, наверное, с вами должны понимать, что и отдача должна быть от нее соответствующей, поэтому увидеть хотя бы программу, так сказать, пребывания на этой должности, да, программу защиты предпринимательства в целом, так сказать, да, ну, наверное, хотелось бы увидеть чуть более адекватно. — Ну, у вас есть, конечно, на это полномочия, потому что, да, бизнес-энбудсмен, он как раз-таки привязан к руководителям. — Абсолютно верно. Ну, кстати, я призываю вот в том числе и журналистов, так, может быть, активнее участвовать в этой процедуре, да, прийти, посмотреть, осветить. — Мы тоже думаем открыть эфиры для людей, которые претендуют на эту должность, чтобы они хотя бы понимание своего развития бизнеса кировского выразила. — Вы понимаете, да, это совершенно очень, это же очень большая, так сказать, часть работы там по поддержке инициатив. То есть вот важно увидеть, вот понимаете, почему-то считается нормальным, если губернатор или президент страны там выступает с программным, так сказать, заявлением, да, которое дальше там подвергается расшифровке в деталях. То есть если бы там коллеги собираются, так сказать, отстаивать права предпринимателей, то, наверное, нужно увидеть генеральную линию там в их понимании, в которой это должно развиваться, так сказать, да, там первоочередные меры, там, приоритизацию задач. Если этого ничего нет, как выбрать? — Да, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Игорь Васильев, губернатор Кировской области, в студии нашей радиостанции. После перерыва начнем принимать звонки. Продолжается программа «Тринной разворот» в студии нашей радиостанции. Игорь Васильев, губернатор Кировской области. У микрофонов работает Владимир Сметанин и Светлана Занько. 211-101 номер телефона прямого эфира. — Давайте примем звонок уже, да. — Алло, вы в эфире, добрый день. — Здравствуйте. — Да, добрый день. Время его очень немного. Представляйте, если задавайте свой вопрос конкретно. — Меня зовут Новоселов Сергей Львович. Я являюсь родителем учащегося в школе номер 24, а также являюсь председателем совета школы 24. Значит, суть такая. Школа находится на перекрестке улицы Леина и Мопро в центре города. Школа является основной, а не средней. И располагается в здании бывшего детского сада. — Значит, здесь застройки ведутся активно вокруг этого района. И в школу поступает много детей. — Так, в чем проблема, на ваш взгляд? — Вопрос следующий, что есть ли какое-то поступательное движение в отношении этой школы, которое было обещано. И новое помещение. И какое-то расширение. Потому что обещали школе переставить помещение и на улице Пролетарской. Сейчас дети вынуждены ходить в пешком в 20-й школу. — Мы вас поняли. — Сергей Львович, у меня просьба большая. Давайте так, мы сейчас за эфиром. Вы свой телефончик оставьте. Мы этот вопрос в городе актуализируем по поводу 24-й школы, этих обещаний, которые давали, что сейчас продавались. И, наверное, с вами свяжемся и уже такой подробный ответ дадим. — 211-101 номер телефона прямого эфира. Да, какие-то частные вопросы, на которые сейчас невозможно дать ответы, мы будем брать на карандаш. — Тем не менее, эти вопросы есть. Я думаю, что люди вполне вправе их задать. — Ну, раз уж мы затронули тему образования, можно продолжить. — Такие вопросы нужно отрабатывать. Да, давайте. Хорошо. — Про опорные школы? — Да, про опорные школы. Ну, в общем-то, это уже известно, да, когда в районах Кировской области будет создаваться такая структура. — Это, честно говоря, второй проект в области социальной. Первый — это проекты бережливых поликлиник, обустройствах, оснащения современного оборудования, ремонта, чтобы это было определенного качества. Мы стали пилотным регионом в Российской Федерации, на котором это все опробируется. Пилотный проект в медицине стал достаточно успешным. — Второй такой пилотный проект мы предполагаем, так сказать, сделать по опорным школам. То есть задача у нас очень простая. Есть ли в двух словах. В каждом районе Кировской области, а где-то и большие не по одной, должна быть опорная школа, которая будет являться, ну, образцом, так сказать, методики подготовки педагогов, воспитания детей, так сказать, в материально-техническом оснащении. И задача у нас очень простая и понятная. Каждый ребенок Кировской области, независимо от места проживания, должен получить качественное образование путем либо мобильный учитель, который приедет к нему в место учителя. Я, прошу прощения, с глубоким уважением относюсь к профессиональным сообщениям, учителям многостаночника, которые учат там всему, как бы, да. Ребенок должен иметь доступ к учителю физики, учителю химии, учителю математики. Мы это будем решать через опорные школы. Вот это такой большой, серьезный проект. Он уже получил поддержку на федеральном уровне. Мы на прошлой неделе провели всероссийский семинар-совещание в Кирове. Приезжали представители Министерства образования Российской Федерации. Проект будет поддержан. В том числе финансово. Я надеюсь, да. Я надеюсь, да. То есть, ну, по крайней мере, надежды такие у нас есть. И здесь другая задача на нас накладывается. Знаете, вот так же, как мы обсуждали, что строительство является локомотивом, скажем, экономики. Почему? Потому что каждая построенная квартира – это телевизор, сантехника, там, ну, и пошло, пошло, пошло. Точно так же и здесь. Хорошее образование, плюс связать это образование начальное, средне-техническое, высшее образование, так сказать, очень сильно расширяет кругозор людей, которые здесь живут. И они начнут предъявлять к нам с вами, в том числе, новые требования, да, по инфраструктуре, по культуре, по досугу, так сказать, по возможности обеспечить качественную жизнь Кировской области. Поэтому я надеюсь, что вот этот проект не только позволит дать еще более хорошее образование, но и стартовать очень многие программы, которые будут соответствовать повышенным ожиданиям наших детей, которые будут заканчивать школу. Вот такая вот во многом может быть философская конструкция. Это уже стратегия вырисовывается, это не разовые решения стратегические, да, планировали. Я вам про них и докладываю. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем, 211-101, напоминаем. Редактор подсказывает, что слово про образование будет касаться. Вопрос. Алло, вы в эфире, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Зовут меня Третьевов Александр Васильевич. Александр Васильевич. Мне бы хотелось услышать от губернатора, от господина губернатора, ответ на такой вопрос. Господин Долгополов в прошлом году обещал в Коминтерне выстроить школу. Тогда в Коминтерне школы нет. Долгополов, простите, это бывший дачальник теруправления по Первоминскому району. Совершенно верно. Долгополов ушел и нигде о том, что школу здесь надо строить, не слышно. Везде говорят, мы будем строить школу на Лизинске, в Зеиновых. А Коминтерн, это что такое? Девятая школа задыхается. Все, мы поняли, спасибо, время ограничено записали. Тоже не забудьте оставить свои контакты, редактору. В этом году заканчивается строительство школы в Урованцево. На будущий год у нас есть планы строительства школ в Чистых прудах, в Зуевке, в Налинске. Мы даем заявки вообще на шесть школ в Министерство образования Российской Федерации. Думаю, будем отставить этот программ по Коминтерну, надо уточнить вопрос. Потому что не готов сейчас, даю абсолютно честный ответ, нужно проговорить с городом. Но мы, коллеги, наверное, точно так же телефон запишем и подробные комментарии дадим. Вы знаете, образование это такая очень тонкая тема, которая действительно влечет за собой очень много шагов. И тоже может стать таким своеобразным локомотивом, драйвером развития Кировской области. Я неоднократно говорил о том, что у нас есть хорошее высшее образование. Мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей приезжало к нам учиться. По простой причине, знаете, вот такая банальная причина. Они проведут лучшие годы своей жизни студенческие в Кирове и навсегда останутся патриотами нашего города. Если люди приедут из-за границы, еще лучше. Если наши ребята смогут куда-то поехать учиться, в том числе далеко за рубежом, в Страсбург, например, это еще лучше. Но только в том случае, если часть из них, хотелось бы, чтобы больше вернуться сюда с новыми знаниями, с новыми компетенциями, вернуться носителями чуть другой, может, не скажу, что лучшей, но чуть другой культуры, которая позволит нам развиваться. Александр Васильевич, вот только что звонивший, да, Павел Шмолев, в комментариях, пожалуйста, перезвоните нам. Мы не записали ваш номер телефона. Но у нас есть другой звонок, правильно я понимаю? После эфира, после 12.45 перезвонить, да, чтобы сейчас... У нас есть звонок? Есть звонок, давайте примем. Алло, добрый день, приветствуем вас, как вас зовут? Здравствуйте, это гражданка Кирова, меня зовут Татьяна, господина губернатора. У меня вопрос, я как дятел, когда слышу у микрофона хай-класс чиновников, задаю один и тот же вопрос, который для меня просто, я считаю, унизителен. В 2015 году госпожа Ковалева, чтобы, так сказать, бюджет поднять, сколько-то первое, что сделала, залезла в карман пенсионерам. И отобрала у нас льготы на транспорт. Вот я, например, 45 лет проработала, без единого замечания. Давайте мы конкретный вопрос сейчас зададим. Имеется в виду реформа? Вернуть льготу на транспорт? Этот вопрос? Да, льготу на транспорт. А как поучиться у вас, Татьяна? Что вы сказали? Отчество, как? Татьяна Павловна. Татьяна Павловна, вот, вы знаете, вопрос такой. Я думаю, что мы сейчас в городе будем достаточно активно заниматься с эффективностью работы наших автотранспортных предприятий. И одна из задач наведения, в том числе, порядка в этой сфере, это возможность восстановления льготного проезда для определенных категорий граждан. Такая задача перед нами стоит. Будет прорабатываться. Этот вопрос, он в проработке. У нас, на самом деле, я так понимаю, сейчас будет на ОЗС тоже обсуждаться, приниматься бюджет Кировской области. По социальным вопросам много предложений, поправок было внесено и правительством, и ОЗС. Да, вы знаете, вот здесь вопрос, конечно, подчеркну еще раз, может быть, повторюсь, что два пути всегда есть в формировании, так сказать, бюджета. Первый, это сокращение социальных расходов, по которому, сразу говорю, мы не пойдем. И второй, это увеличение собственных доходов, в том числе через налоги, мобилизация доходов. Вот мы идем вторым путем. И здесь очень важно нам поработать вместе с депутатами Законодательного собрания над приоритизацией расходов. Понимаете, о чем я говорю? Если у нас, а мы в этом почти уверены, так сказать, будут расти доходы бюджета, то где те первые направления, на которые они должны быть направлены? Вот эту большую серьезную работу мы в том числе с различными ветеранскими организациями, с профсоюзными организациями, с журналистами, с экспертным сообществом ведем. И я думаю, что мы такой план приоритизации составим. У нас есть первоочередные задачи, это по заработным платам, по пенсиям, по социальным льготам мы будем выполнять. Индексация. Совершенно верно. Совершенно верно. Еще один телефонный звонок примем, и на этом, наверное, все со звонками. Есть наш звонок режиссер? Нет, пока нет. Наш редактор пока еще общает. Вот мы общаемся с людьми, нашими слушателями. Вы ведь заявляли неоднократно, накануне говорили о том, что только в диалоге с жителями региона вы будете формировать дальнейшую программу, собственно, работу. Какие форматы этого общения еще вам приемлемо? Ну, мы уже работаем в этом направлении. Я думаю, что вот здесь, вы знаете, приемлемы абсолютно любые форматы, которые позволяют людям получать полную информацию, скажем так. И видеть то, что те решения, которые они принимали для себя, они выполняются. Скажем, один из эффективных, так сказать, способов, ну, я просто в качестве примера хотел привести. Есть программа безопасной качественной дороги, примыкающая к ним по ремонту дворовых территорий, где жители сами голосовали за то, что должно быть сделано. Программа работает. Вот это один из способов. Второе, вот я вернусь там к дольщикам, скажем, да, совместная работа с ними по выработке решений, приглашение их на правительство с тем, что они могли бы высказывать свои требования там, не где-то за углом, так сказать, а там, в глаза. Любые формы здесь приемлемы. Круглые стал и со СМИ, давайте не забывать, которые мы запустили. И еще вот интересный вопрос. Слово «плохое» запустили, стартовали. Стартовали. Вот все, что в стране запущено, оно, как правило, в запущенном состоянии остается. Я знаю, что есть большой интерес у представителей бизнеса, который не является, так скажем, я не знаю, столпами нашей экономики в регионе. Мы принято считать это предприятие военно-промышленного комплекса и машиностроения. Мы очень хорошо знаем о них все. Но представители таких небольших компаний, которые влияют все-таки на развитие нашего региона, как, например, рестораторы, сеть ресторанов или, например, компания «Хольцхаус» или другие компании, которые не являются гигантами, они не работают на госпрограммах. «Хольцхаус» стремится стать гигантом. По госпрограммам не работает, но работает как бы по своим собственным. Я так понимаю, что они тоже готовы объединяться и выходить на уровень правительства со своими предложениями. Мне кажется, это самый-самый правильный путь, поскольку вы совершенно справедливо говорите, что предприятия ВПК. Они являются крупнейшими, ну просто во всех смыслах, потому что на них работает очень много людей. Они, наверное, такое слово, образующие для бюджета. Но, тем не менее, это не может быть колоссом на глиняных ногах, если они не подпираются малым бизнесом. Доля малого бизнеса в мире, нам всем с вами известна, она далеко за 70%. Мы в этом смысле сильно проигрываем и, наверное, должны догонять, как минимум, опережающими темпами, то, что добились наши партнеры. Потому что это устойчивое развитие. И здесь, может быть, многие коллеги просто не знают о существовании целого ряда программ. Возможности привлечения кредитов под пониженные, так сказать, проценты. Возможности работы с агентствами энергосбережения, скажем, в Кировской области. Я причем привожу пример, потому что у нас очень много малого бизнеса работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Есть совершенно замечательные примеры, где толковый руководитель района, скажем, в Белых Луницах, госпожа Телицына, Татьяна, и привлекает деньги и по проектам моногородов, так сказать. Вот отремонтировали мост. Единственный, кстати, в России мост через Малые Реки был сделан в этом году в Белых Луницах. Дорога была построена безнавдой, который, как грибы сейчас участки, так сказать, продаются предпринимателям. Это очень важное направление работы, которое никогда нельзя выпускать, так сказать, из виду. Организовать такую площадку, где представители малого бизнеса смогут активно переформатировать. В том числе и должность омбудсмена, она должна быть в основном на этой направленности. Вот и карты в руки. Совершенно. У нас телефонная линия еще есть. Принимаем звонок. Минутка остается. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте. Я, во-первых, извиняюсь о том, что я вас, мастер-класс, задавал некорректные вопросы. Вы о льготах, вот о льготах хотелось бы, озвучили сейчас на транспорт, о льготах работающих пенсионеров, заслуженных учителей. Немножечко хотели бы сказать. И про полигон в Осинцах, который у нас на всех на сухую, не прекращает митинги. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас все вогначит. Я думаю, что это не вопрос, а скорее пожелание, так сказать. О чем поговорить еще? Эти вопросы на контроле. И вот, скажем, такая вообще большая, больная, так сказать, проблема, видите, она по всем регионам, по всем территориям, это обращение с твердыми бытовыми отходами. Потому что если задать вопрос любому человеку, не хотел бы он развестить полигон на своем участке, ну, наверное, ответ предопределен. И здесь, в общем, территориальная схема предполагает как раз такое вот компромиссное решение. И мы в этом направлении работаем. Здесь не обходится тоже без диалога с жителями. И по льготам вопрос тоже на контроле правительства. Ну, видите, Игорь Владимирович, как много вопросов именно по социальной сфере. Я думаю, что, может быть, вашего заместителя по профилю пригласить в эфир. Он расскажет. Я думаю, что он никогда не откажется, так сказать, да, по подругам. Я имею в виду Дмитрия Александровича Курдюма. Можно, можно. С удовольствием ждем в этой студии. Приглашаем, да. Ну, а на сегодня время нашей беседы с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. И стекло. Спасибо вам большое. До новых встреч. На этом программа «Дневной разворот» завершается. Светлана Занько. Владимир Сметанин. Игорь Васильев. Всем спасибо. И до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok